Друзья, всем привет! Вы на канале Полинчик. И сегодня у нас Today нашего книжного марафона, где мы с вами читаем классику из моего списка литературы. Итак, вчера мы с вами прочитали Достоевский «Белые ночи». Сегодня уже можно какое-нибудь крупненькое произведение взять. И я хочу сегодня прочитать какое-нибудь из этих трёх произведений. Михаил Фанасьевич Булгаков «Собачье сердце», Гоголь «Мёртвые души» и Лермонтов «Герой нашего времени». Ну, давайте вот из этих трёх выберем. Так, какое взять? Давайте, наверное, сегодня прочитаем Булгакова «Собачье сердце», потому что объём у него небольшой, в принципе. Можно, думаю, прочитать за весь день. Вот. Да, берём Булгакова «Собачье сердце». Я смотрела к тому произведению экранизацию. Вот. Можно прочитать и потом ещё раз экранизацию пересмотреть. Вот. Ну, а сегодня мы с вами читаем, в общем, Булгакова. Михаил Фанасьевич Булгаков. Второй день нашего марафона. Погнали! Итак, ребят, я вышла на улицу, потому что на улице прекрасная погода. И можно, думаю, почитать собачье сердце именно на улице. Потому что дома в жару такую делать вообще нечего. Я взяла вот такую вот закладку с операцией и кавказской пленницей. Открыла собачье сердце. И сейчас будем читать. А потом с вами сходим куда-нибудь, пройдёмся, погуляем. Так, ребят, я пришла в ближайшую покажу от моего дома. Потому что на улице было сидеть просто невозможен, прям очень жарко. Вот я пришла, пью чайок. Так. Не пугаемся. Не пугаемся, всё нормально. Просто у меня такое случилось небольшая проблема, что у меня дома отключили холодную и горячую воду. То есть у меня ни одна вода из-под крана не идёт. И я хотела помочь руки, значит, водой из чайника. А чайник не остыл. В чайнике была горячая вода. И вот кипяток попал на палец. И мне было очень больно. Я сначала подержала холодные пакеты и из морозилки достала, подержала. Не помогло. Потом я обмотала холодной влажной салфеткой палец и закрепила бунгом. Но боль сейчас уже утихла. Сейчас стало намного легче. Так что не погладьтесь, всё нормально. Так, ну я пью чай. И также купила себе пирожок. Вот тут он у меня лежит. И тем временем я уже на 112 странице. Собачье сердце начинается со 105 страницы. Я уже на 112. Вот. Уже я, конечно, смотрела экранизацию. Я знаю сюжет. Но всё равно решила прочитать. Потому что лучше намного прочитать и посмотреть экранизацию. В общем, продолжаю читать. Так, вот в такой вот обстановочке я тут сижу, читаю. Пью чай. Мы когда-нибудь теперь помечтали о таком кафешке сидеть, читать, пить чай. Как потом уже просто так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 для одного очень сложного эксперимента. И вот когда наступает день эксперимента, шарика усыпляют, вложат на операционный стол. И исходя из этих наблюдений, профессор Ибн Барменталь делают вывод, что перемены гипофиза и семенных желез дают эффект не омоложения, а очеловечивания, так как до этого профессор занимался омолаживанием своих пациентов. Шарик становится очень грубым, он хамит, ругается матом, начинает много выпивать, и это все случилось из-за того, что профессор всадил в шарика гипофиза и семенные железы умершего человека, который был много рассудим, он был пьяницей, зарабатывал, играя в трактирах, и вот все эти черты характера и повадки передались Шарику. Став таким нехорошим человеком, Шарик живет, точнее он уже не Шарик, он попросил у Филиппа Филипповича сделать ему документ, прописать его, и придумал сам себе имя, фамилию и отчество. Он назвал себя Филиграфом Полиграфовичем, а фамилию взял, исходя из своего собачьего имени Шариков. Так вот его все называли Шариков Полиграфович. Филипп Филиппович терпит все его проказы, а он много чего выкидывает нехорошего, он плюется, ругается матом, пристает к девушкам, хотя профессор ему это все делать запрещает, он его пытается всячески перевоспитать, особенно ему в этом помогает Браменталь, но вскоре они понимают, что перевоспитать Шарикова не получится, превратить его в нормального человека не удастся. Через несколько дней у Филиппа Филипповича сдают нервы, он не может нормально работать, в итоге он не выдерживает, и они вместе с доктором превращают его обратно в пца. И когда Шарик уже окончательно стал псом, он остался навсегда в квартире Филиппа Филипповича. Вот такая вот повесть, местами жутковатая. Я когда читала подробно про эту операцию, как они ее там делали, у меня же не по себе становилось. А в фильме более кратко это все показывается, и слава богу. Ну, в общем, так-то произведение неплохое. Ну, что ж, на этом на сегодня все, ребят. Ожидайте завтрашнего дня. Завтра будем выбирать новую книжку из списка литературы. Ну, а с вами была Полинчик. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Всех очень сильно люблю. Обожаю. Всем пока-пока.